Агротроник В программе на базе серверной и передающей архитектуры обеспечена возможность получать информацию о машине в максимально полном объеме. Бортовая часть системы считывает и автоматически с регулярным интервалом, отправляет по сети мобильной связи через GPRS канал сведения по десяткам различных параметров работы машины на сервер в течение всего времени работы. Функции, которые обеспечивает система Агротроник. Местонахождение машины или парка машин во времени. С фиксацией траектории движения, отметками, на каком участке траектории что происходило. Активность, стоянка, движение, его вид и скорость онлайн и в ретроспективе отображение этих данных на карте. Обеспечение грамотной логистики машин парка. Использование рабочего времени персонала. Выполняемый технологический процесс. Факт заправки и слива топлива. Факт выгрузки и место выгрузки. Масса и площадь убранного урожая. Параметры систем. Работа узлов и агрегатов. Обороты двигателя. Температура и уровень охлаждающей жидкости. Температура и давление масла в основных узлах. Текущий расход и уровень топлива. Параметры технологического процесса. Скорость вращения ротора или барабанов. Шнеков. Вентилятора очистки. Измельчителя. Длина резки. Зазор. Решет очистки. Все предупредительные и аварийные сообщения бортовой системы. Напоминания о необходимости исполнения ТО. Доступны к просмотру и выгрузке в 1С или САП отчеты о потребленном топливе. О времени работы машин и операторов. Факты заправок и слива в топливо. Сводные отчеты по одной машине или группе машин за определенный промежуток времени. Система Агротроник позволяет оперативно контролировать использование техники Ростельмаш из любой точки мира и делает ваш агробизнес еще эффективнее и производительнее. Добрый день, уважаемые участники онлайн-форума «Алтай Агро-2020». Меня зовут Олег Александров. Я руководитель проекта инновационных технологий компании Ростельмаш. Сегодня мы с вами поговорим о направлениях повышения эффективности в сельском хозяйстве. И я хочу представить вам презентацию «Новые вызовы цифровизации в растеневодстве». Итак, основными направлениями повышения эффективности в растеневодстве являются следующие направления. Это система автопилотирования, это умные агромашины и технологии и агроменеджмент. Сейчас я расскажу об этих темах более подробно. Конечно же, мы все привыкли, что машины для сельского хозяйства должны в первую очередь выполнять свои основные предназначения. Трактор должен быть тяговой силой для прицепных и навесных орудий, комбайн должен убирать урожай, опрыскиватель вносить средства защиты растений и удобрения и так далее. Но на сегодняшний день эффект и эффективность агромашин зависит не только от их основных функций, но и дополнительных электронных систем, которые делают технику более умной и эффективной. Это могут быть системы автопилотирования для всех самоходных машин, это системы дифференцированного внесения для опрыскивателей и аппликаторов, это внесение удобрений вместе с посевом, и желательно это делать тоже дифференцированно, и это различные сервисы для комбайнирования, для комбайнов, которые позволяют двигаться комбайну более точно по полю и одновременно, к примеру, собирать карту урожайности. На самом деле речь идет о десятках, а то и сотнях различных датчиков и систем, которые позволяют технику делать умной. Компания Россельмаш разрабатывает целый комплекс инновационных решений в области автоматизации сельского хозяйства. К примеру, наша система Агротроник – это не просто система дистанционного мониторинга техники, это платформа, которая объединяет все процессы, которые происходят в поле. Это и подготовка почвы, и посев, и уход за посевами, и, конечно же, уборка. На сегодняшний день в системе зарегистрировано уже более 5,5 тысяч машин от Калининграда до Владивостока, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Система может демонстрировать десятки различных параметров и анализ этих параметров. Чуть более подробно я расскажу в последующих слайдах. Кроме этого, мы работаем над системами, которые позволяют автоматизировать целый ряд функций комбайна. Одной из таких систем является RSM OptiMax Plus, которая призвана сделать процесс уборки более простым для оператора. Еще одной из умных систем, разработкой которых занимается Руссельмаш сегодня, является RSM Explorer Plus. Это уникальная система, которая базируется на системе машинного зрения, а также технологиях РТК и GNSS, которая позволяет машине не только очень точно двигаться по полю, но и, к примеру, останавливаться перед препятствиями. Вообще же, в семействе систем автовождения у Руссельмаш сейчас есть несколько интересных продуктов, которые совмещают в себе самые-самые передовые решения. Это и технология РТК, которая позволяет машине двигаться в поле с точностью в 2,5 см, и уже выше упомянутая система машинного зрения, которая предназначена для увеличения производительности и снижения трудоемкости проведения различных полевых операций, в первую очередь для снижения пропусков и перекрытий, экономии горюче-смазочных материалов, а также работы в сложных условиях, к примеру, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Эти системы уже прошли первые тестирования, и уже в самое ближайшее время мы сможем их представить на выставках, где участвует Руссельмаш, а также они будут доступны к покупке для всей техники Руссельмаш и не только. Хотелось бы подробнее рассказать о системе дистанционного мониторинга Агротроник. Система изначально предназначалась для параметрического контроля машин. Она определяла геопозицию, то есть местонахождение машин и, соответственно, передавала обратную связь в платформу. На сегодняшний день есть более сотни параметров, которые отслеживает онлайн-система, и, собственно говоря, есть целый ряд функционалов, которые очень востребованы нашими клиентами. Какие новые возможности мы демонстрируем в нашей системе, в платформе Агротроник в этом сезоне? Ну, конечно же, надо начать с того, что практически все машины, которые сходят с конвейера Руссельмаш, снабжены уже в базе телеметрическим оборудованием. То есть это экономия средств для предприятия, не придется доустанавливать ничего. Второе, очень важно, нет возможности отключить Агротроник и скрыть, к примеру, факт несанкционированной работы на стороне, а также различные злоупотребления. Доступен большой выбор параметров, которые можно контролировать. Это и расход топлива, это и какие-то критические режимы. Причем во многих случаях можно получать онлайн-уведомления о таких ситуациях, к примеру, аварийных ситуациях и вовремя их предотвращать. Для этого существует система RSM Notification, которая доступна уже для всех пользователей системы Агротроник. Также универсальный протокол передачи данных дает возможность легко интегрировать данные в любую учетную систему, будь то, к примеру, 1С или SAP. Кроме всего прочего, Агротроник на сегодняшний день служит для передачи данных от системы Агротроник в бортовой компьютер, к примеру, комбайна. Чем это интересно? Тем, что больше не придется каким-то образом при помощи мобильного телефона или каким-то другим образом связываться с оператором в какой-то момент. Он может получать задание о том, что необходимо переехать на другое поле и осуществлять там уборку, к примеру. Или о том, что ему необходимо закончить его работу в определенное время. Все это достаточно удобно и, естественно, все это онлайн. Еще хотелось бы рассказать о новинке. Это RSM Router. Это приложение внутри системы Агротроник, которое позволяет рассчитать оптимальную траекторию движения одной или группы машин в поле, выдать это задание в Агротроник. И, соответственно, использование данного приложения позволяет существенно улучшить работу машин. К примеру, такая ситуация. Мы загрузили траекторию движения, соответственно, машины выполняют свою работу, а машины-перегрузчики на смартфон водителя получают уведомления о месте и времени выгрузки с точностью в несколько минут. Это сокращает время ожидания, соответственно, улучшает логистику. И мы прогнозируем повышение производительности уборочного процесса не менее чем на 25%. Вообще же, Агротроник — это не только отслеживание параметров, но это в целом обеспечение грамотной логистики машин в поле. Это максимальная оптимизация использования времени персоналом. Кроме всего прочего, конечно же, это функция контроля, которая используется во всех предприятиях, потому как работа с материальными ценностями, работа с растениями требует постоянного мониторинга. Как я уже говорил, Агротроник — это не просто платформа, это многоплатформенное решение. И одно из решений Агротроник — это мобильное приложение, которое может быть установлено в вашем телефоне. Доступны огромное количество параметров для контроля онлайн в любой точке земного шара. Ну, собственно говоря, всё делается для того, чтобы мы стали с вами более мобильными, для того, чтобы наша работа была более эффективной, для того, чтобы машины «Росельмаш» максимально могли хорошо эксплуатироваться и служить дольше своим хозяевам. Ну и в завершении ещё о нескольких системах, которые мы презентуем в сезоне 2020 года и которые можно будет уже попробовать в 2021 году. Это система картирования урожайности RSM Yield Mapping. Российская система картирования урожайности, сделанная полностью на датчиках и сенсорах, изготовленных в Российской Федерации. Эта система отличается своей точностью, доступны параметры урожайности, влажности. Ну и, собственно говоря, это решение существенно более доступное по цене, чем зарубежные аналоги. Ещё один блок систем — это система идентификации. В этом блоке идентификация транспортных средств, идентификация прицепного навесного оборудования, идентификация оператора. Ну и в этой части хотелось бы рассказать о системе идентификации оператора. Мы долго общались с нашими клиентами и поняли, что очень важен процесс идентификации оператора, потому как различные кейсы использования машин, в том числе аварийные ситуации, в них, конечно, должен быть установлен тот оператор, который находился действительно в кабине. Поэтому мы с командой разработчиков приняли решение сделать систему идентификации по лицу, Face ID, и в этом году, в этом сезоне мы сможем уже нашим клиентам предоставить данный сервис. Ну и, собственно говоря, RSM Notification — система уведомлений по SMS или электронной почте о состоянии машин. Мы анализируем тысячи параметров, и как только происходит что-то не то с машиной, мы эти параметры можем в онлайн-режиме передать ответственному лицу, главному инженеру или инженеру по эксплуатации для того, чтобы предотвратить поломку в поле. У меня на этом всё. Благодарю за внимание. Всего доброго.